Салам Эври Барри, с вами Профессия Азербайджан, и мы ее ведущие. Я Амиль. И я Первина. Амиль, скажи, пожалуйста, ты часто бываешь в театрах? Знаешь, на самом деле мне в последнее время не удается вообще куда-то выбраться, не то чтобы в театрах. Но у тебя есть заботливая коллега, и поэтому сегодня я тебя привела именно в театр. Ну, как я понимаю, мы решили прийти сразу на репетицию. Да, сегодня на сцене стоит наш соотечественник Тимур Бадалбили. Я думаю, что самым логичным началом нашего репортажа будет, когда мы застанем его врасплох у него же в гримёрке. Так пойдём и застанем? Пойдём. Тимур, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к этой профессии? Как закончил школу в определённое время, пошёл на прослушивание всякие в разные театральные вузы. И так потихонечку пришёл к этой профессии, поступил в Щукинское училище после французской спецшколы своей, очень хорошей, московской. Поступил в Щукун. Потом иду, иду, иду вот к этой профессии, всё. Как-то с тех пор иду к ней. Тимур, скажите, а каких героев вам больше всего нравится играть? Положительных или отрицательных? В разных жанрах, потому что вот театр, где я уже больше 20 лет работаю, служу, как говорится, он и называется, драма и комедия, так и называется. Поэтому и играем мы и драму, и комедию, и музыкальное что-то, и танцевальное. И роли, конечно, разные. И комедийные, и трагические, и древнегреческого царя в античной трагедии. Сафок, вон я играл Крионта, и в комедии Мольер Тортюф играл несколько ролей. Ну и так далее, и так далее. А как вам удается сдержать смех на сцене? Это зависит от того, насколько ты глубоко, так сказать, погружен в материал. Если ты вот действительно как-то по-настоящему все проживаешь, то, в общем-то, рассмеяться там, где не надо. Ну иногда бывает, конечно, что-то кто-нибудь так пошутит, что, в общем-то, иногда бывает. Ну на сцене это вообще не проблема, потому что, так сказать, ну что-то так, пустят глаза, что-то, справишься с эмоцией, потом поднимаешь, вроде как-то так и надо. Тимур, играли ли вы в Азербайджанском театре? Нет, я, мне в театре не предлагали, вот, ну, наверное, может быть, по понятным причинам. Все-таки я, так сказать, здесь, в Московском театре-на-Даганке работал, наверное, плотно работал, наверное, так сказать, это известный факт был. Вот, но мне довелось, так сказать, сниматься в кино в Баку неоднократно. Как ваша семья относится к вашей профессии? Моя семья, как она может относиться, так сказать, к моей профессии? Во-первых, я создал семью свою, уже будучи, так сказать, наверное, состоявшимся актером. И, так сказать, моя жена, в общем, сначала меня узнала как артиста, вот, а уже потом как заботливая семьянина, скажем так. Поэтому, я говорю, маленькая дочка знает, что у неё папа артист, иногда в телевизоре мы видим, папа, папа. Лояльно относится. Тимур, скажите, хотели бы вы, чтобы ваша дочка пошла по вашим стопам? Это, вообще, так сказать, профессия непростая, конечно. Вот. И так вот желать, прям вот, чтобы вот, вот как бы хорошо. Конечно, вот думаешь, ну, хорошо бы она финансистом, там, стал экономистом, например, каким-то врачом. Ну, вот так, чтобы мечтать, чтобы твои дети вот актерами стали, честно говоря, вот, ну, зная изнутри вообще, так сказать, это ремесло, я бы не могу сказать, что вот прям вот я мечтал бы об этом. Ну, а как сложится, ну, вот пока что она проявляет какие-то артистические способности, о чём уже все в детском саду говорят. Вот, поэтому, ну, ну, как сложится, не знаю. Как ваши родители отнеслись к выбранной вами профессии? Ну, я не думаю, что это такая была вот неожиданность для моей семьи вообще, что я вот как-то повернул свои стопы в этом направлении. Всё-таки, наверное, были какие-то предпосылки с раннего детства, поэтому отнеслись как? Я думаю, как бы я отнёсся, например, если бы там мои дети бы пошли? Ну, с осторожностью в том смысле, что тут как бы, ну, хорошо бы, так сказать, если бы человек пошёл сюда, чтобы он как-то состоялся, да? Чтобы не был где-то, так сказать, так, а, ну, да, ну, надо, ну, артист, да, ну, так сказать, там, незамеченный, там, как-то обиженный судьбой. И никакому родителю этого не хотелось бы испытать, поэтому, естественно, у меня, как и у многих детей, было ответственно, чтобы вот родители порадовались, что вот, дескать, один из стимулов в этой профессии – это порадовать близких. Сегодня мы посмотрели спектакль «Горе от ума», где наш соотечник играл одну из главных ролей, а именно Чацкого. Если вам понравился наш сегодняшний репортаж и вы хотите оказаться героем нашей программы, присылайте ваши идеи нам на почту. Всем пока! До скорых встреч!